Девушки представили костюмы с элементами ручного ткачества и вышивки, головными уборами и аксессуарами, которые носили жительницы Юга Нижегородской области. Всё это в течение нескольких лет создавали ученики отделения дизайн одежды и ткани. Очень много ручного труда. Мы сейчас занимаемся ткачеством, то есть для того, чтобы выткать какую-нибудь грудку, например, на одном из сарафанов, нужно было достаточно много времени. Дети у нас всегда стараются, они любят работать. Но, конечно же, есть и непоседы. Это только коллективный труд. Мы делаем любой костюм, любой костюмный комплекс, мы делаем вместе все. Образцовый коллектив «Краса России» привёз с межрегионального фестиваля в Первомайске дипломы лауреата второй степени сразу в двух номинациях – дефиле и конкурс костюмов и аксессуаров. Считаю, что это очень достойный результат, потому что мои девушки соревновались со взрослыми соперниками. Первое место у колледжа Лысковского. И гран-при получила университет города Саранска. Юлия Гринина занимается дизайном одежды и ткани уже шестой год. За это время она неоднократно становилась призёром различных конкурсов. На фестиваль в Первомайск девушка ездила уже второй раз. Фестиваль – это замечательно, это волшебно. Мне кажется, это было что-то невообразимое, потому что музыка, фанфары, свет – всё это тебя окружает, зрители на тебя смотрят, и это просто волшебно. Любой фестиваль – это праздник творчества, где участники получают возможность показать зрителям свои работы, пообщаться с другими мастерами, получить импульс к дальнейшему развитию в искусстве. Следующий фестиваль, в котором примут участие воспитанницы Елены Бодряшкиной, пройдёт в Сарове в 2019 году. Это будет третий фестиваль народного костюма «Краса России». Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.